в ближайшее время на мировой рынке, потому что, ну я об этом буду говорить дальше, сейчас не то время, когда мы можем брать себе время много на раздумывание, на планирование. Если раньше агентства и компании брали себя несколько месяцев на стратегическое планирование, то сейчас это мовитон так непозволительно совершенно. Поэтому будем обсуждать, что можно сделать. Я тогда представлю нашего спикера. Это очередное мероприятие Куба недвижимости. Совместно проводим с Конфедерацией строителей Украины. У нас сегодня спикер Кристина Шихайтли, международный бизнес-стратег, эксперт по международным и торговым экономическим отношениям, основатель международного агентства по масштабированию бизнеса BeVise. Мы сегодня будем говорить про текущий спрос на строительные материалы на международном рынке, актуальные форматы масштабирования украинских производителей за рубежом и определим наиболее целевые страны, которые заинтересованы в украинских производителей. Я правильно понимаю, да, Кристина? Да, совершенно правильно. Мы тогда начнем. Гости будут постепенно присоединяться к нам. У нас идет лайв-трансляция на Фейсбуке, плюс мы запишем обязательно видео. И постараемся также подготовить несколько материалов, просто для кого-то удобнее читать. Мы постараемся подготовить несколько материалов для СМИ. Мы очень уверены в том, что украинские продукты могут быть конкурентными на международных рынках и более чем уверены в высоком спросе на украинскую продукцию. Именно поэтому актуальность вопроса для нас сегодня ключевая. Сегодня очень сложно фокусироваться только на одном рынке, и однозначно нужно искать разные варианты выхода на смежные соседние рынки и конкурировать с качеством, скоростью. Я уверена, что мы не только IT-страна, которая может работать вовне. Я уверена, что мы еще и неплохие производители. Совершенно. Кристина, тогда вам слово. Расскажите, что думают об украинских компаниях за рубежом? Насколько готовы и в чем конкретно готовы? Какие страны можно украинским компаниям сегодня рассматривать для выхода? Спасибо, Ольга. Всем добрый день, всем привет. Первое, что хочу сказать о том, что относительно того, что Украина – это не просто IT-страна, нужно всегда, когда мы думаем над тем, чтобы масштабироваться или выходить на какой-то рынок, как правило, мы смотрим на рынки с точки зрения нашей сильной стороны. В чем мы, как страна, например, или как компания, в чем мы наиболее сильны? И где есть недостача чего-то? Или где есть вот гэп? Вот это вот пустое звено или не заполненное предложением спрос? И, наверное, вот это ключевое состыковка. Там, где есть недостача в чем-то и наше самое сильное предложение. И когда происходит правильное понимание первого и второго, тогда все происходит хорошо. Есть, если смотреть на карту мировую, карту, не только с точки зрения строительных материалов, но, в принципе, мы можем увидеть, что, например, Африканская, Азиатска, Восточный регион, они хороши в сервисном секторе, но у них очень плохо с индустриальной сферой. Мы не говорим сейчас о Китае, Японии и Корее. Они собираются в Ближний Восток, к примеру, либо Африку. Вот. В этом, в частности, очень сильна Украина с точки зрения производства, качества производства и так далее. Но есть очень много нюансов, связанных с экспортом, в частности, строительных материалов, которые мы обсудим дальше. Так. Здесь карта, где мы есть, потом посмотрите. Вот хочу обратить внимание на карту, мировую карту по делу по контрактам, которые произведены были в динамике 2013-2018 год. На сегодняшний день, на текущий момент, картинка глобальная не поменялась. Но что хочу обратить внимание. Более зеленым цветом отмечены регионы, где большее количество сделок с точки зрения строительных материалов происходит в мире. И эта карта дает общее понимание, как есть сейчас на самом деле. Но, если мы посмотрим, мы видим, что Европа в большей степени, Франция, Германия и так далее, мы видим, что Китай, Россия, Австралия, Канада, Штаты. Вот это регионы, где больше всего происходит сделок в разрезе строительных материалов. Но, когда мы думаем над выходом на внешний рынок, я бы обратила внимание на другое. Я обратила внимание на регионы, которые менее закрашены зеленым. Это там, где есть сейчас потенциал. Тем более, что вот эти регионы, которые сейчас менее закрашены, почему я и озвучила изначально, что Азиатско-Африканская, Ближневосточный регион и Латинская Америка, это те регионы, где сейчас считаются активно растущими, самыми быстро растущими с точки зрения запроса на застройки строительства и стройматериалы в мире. И там, где сейчас идет рост активный. Если посмотреть на африканский регион и Миддл-Ист с точки зрения сделок, то, к примеру, за 2018 год, за 2019 год, было около 70... За 2019 год 75 сделок было. За 2018 этот показатель был на уровне 65-67. Сейчас, естественно, еще небольшой рост. Но если сравнивать количество сделок, например, с Европой или со Штатами, в Европе этот показатель больше 200 в год. Больших контрактов по стройматериалам, например. В Штатах этот показатель 150-160 сделок в год, которые происходят в крупных международных. Я говорю о международных отделках. Но при этом, если посмотрите дальше, это один из самых больших и растущих регионов. К тому же Миддл-Ист, к примеру, это строительство и рынок стройматериалов в Миддл-Ист. В данном случае нас интересует скорее рынок строительства, которым мы будем поставлять стройматериалы с Украины. Это один из крупнейших и самый крупный сектор экономики, в принципе, в этих регионах, в Ближневосточном частности. С этим нужно работать. Но перед тем, как мы перейдем к конкретным решениям, что можно сделать или на что есть конкретный запрос, или на какие страны обратите внимание, я бы сейчас вернулась к теме глобально, на который возникает очень много барьеров при масштабировании. Что такое масштабирование? Правильное масштабирование на внешнем рынке? На какие вопросы важно любой компании, производителю ответить для себя? И как подготовиться правильно к внешнему масштабированию, выходу на внешний рынок? С точки зрения масштабирования, инструмента масштабирования для рынка стройматериалов, из всей палитры можно выделить классический экспорт-импорт, e-commerce — это маркетплейсы, B2B, это торговые агенты работают через них, это свободная торговая зона, которая активно сейчас развивается, и это открытие представительств филиалов либо прямые контракты уже непосредственно с зарубежными компаниями. Перейдем к ним дальше. Глобально есть четыре шага — движение на внешний рынок. Начнем мы с первого — оценить готовность и возможности. Я бы здесь обратила внимание на эти вопросы. Мы делаем всегда ставку на самой сильной стороне. То есть если у нас, как у производителей, есть много ассортиментных позиций, для того, чтобы выйти, например, на ближневосточный регион, нам нужно понять, оценить, для этого конкретного ближневосточного региона, какое наше может быть наше самое сильное предложение, какие конкретные категории продуктов могут быть там наиболее актуальны сейчас. И, наверное, вот это первое, что нужно сделать. Дальше нужно понять, с кем или как возможно туда выйти, через каких партнеров это возможно сделать. Где-то это имеет резон, через свободно торговые зоны, выходить туда, где нулевая налоговая ставка и так далее, где есть целая база партнеров, и нет необходимости в некоторых случаях открывать и свою компанию, да, и получать отдельную лицензию. Где-то это необходимо делать через местные торговые хабы или просто экспортные хабы. Как в Казахстане есть компания «Точка входа в регион», в Китае есть компания «Точка входа в регион», и для того, чтобы делать любую сделку или вообще в принципе работать в той стране, вам необходимо взаимодействовать конкретно с ней. Ну и, естественно, какие финансовые ресурсы. Мы понимаем, что классический рынок строиматериалов и в принципе экспортный рынок в большей степени работает, например, с точки зрения процента. Если вы работаете через какие-то компании, которые вам помогают выходить в регион, но мы должны понимать, что так не всегда работает. Есть разные схемы, где-то необходим бюджет для того, чтобы сформировать спрос на ваш продукт, на ваш брак, потому что конкуренция высокая достаточно. Где-то необходима, естественно, финансовая подушка для того, чтобы, если вы открываете представительство в регионе, для того, чтобы вы могли вести коммуникацию, переговоры и имели финансовую подушку до непосредственного поступления от контрактов. Где-то, естественно, это базовые расходы на юридические вопросы, на контракты, на юристов. Ну вот, но всегда держать в фокусе то, какие ресурсы, что нам необходимо для того, чтобы это, можем ли мы, например, существовать несколько месяцев в другом регионе без прихода финансов для нас. Но это вторая степена. Ключевое — понять, с чем конкретно выходить на тот регион. Целевой. Второй шаг — это непосредственно, когда мы выбираем уже рынок. Вот ту картинку, ту карту мира, которую я показывала, ее можно интерпретировать по-разному. Кто-то смотрит на те регионы, где больше всего происходит сделок и где есть очень высокий спрос, то там где-то есть лизон посмотреть на те регионы, где спрос растущий, где меньше конкуренции, где украинский производитель, например, стройматериалов, имеет больше шансов зайти и легче зайти. Здесь я бы рекомендовала, когда вы будете выбирать регионы, или при выборе, или рассмотрении регионов масштабирования, или куда выходить, где проводить сделки, смотреть на те страны и отбирать те страны, где для вас будет наилегче вход, где легче всего зайти в конкретный регион. То есть мы можем двигаться в логике. Есть страны, где есть высокий спрос, хороший чек и так далее. И есть там понимание, например, уже все настроено, рынок достаточно настроен, и рынок строительства, и стройматериалов. Понимают, вам не нужно раскачивать этот рынок. И есть вторая модель, при которой, например, вам легче будет зайти меньше конкуренции, вам проще себя показать и определить ваши конкурентные преимущества относительно тех, кто есть в регионе, где есть только растущие спросы. В принципе, вам нужно будет чуть больше усилий для того, чтобы вести переговоры, рассказывать, объяснять. Но в принципе, у вас есть больше шансов зайти туда, легче, проще зайти с точки зрения финального результата. То есть здесь мы всегда смотрим на какой KPI мы себе ставим. И здесь вот KPI очень важно ставить правильно. То есть мы можем ставить, я думаю, что для всех компаний и производителей стройматериалов в данном случае ключевой KPI это провести, сделать сделку, подписать контракт и поставить материалы уже в конкретно другой регион. Так вот, если брать вот этот KPI, лучше смотреть на те рынки, где вам легче туда зайти. И с юридической точки зрения, и с точки зрения рынка, маркетинга и спроса, где меньше конкуренции для вас. Это второй шаг. Еще один вопрос, когда вы выбираете рынок, можно смотреть, в данном случае я дальше буду рассказывать, показывать проекты, в которых можно заходить сейчас, но можем смотреть, если у вас, например, стартап, или у вас новое предложение с точки зрения продукта, материала, строительного материала, который бы не так много в рынке либо создали что-то уникальное, а я знаю, потому что мы общаемся с разными производителями украинскими, что достаточно много компаний украинских, которые производят уникальный продукт, который достаточно конкурентный по техническим характеристикам и по соотношению цена-качества с европейскими, либо с другими зарубежными, с теми же китайскими коллегами, то это можно отчасти назвать стартапом запускного продукта такого уровня, то смотреть на эти страны, где воспринимаются стартапы. В данном случае у нас указано больше европейские, вот как пример европейские города, где принимаются половины стартапы, но это еще один путь. Для нашего понимания не обязательно участвовать с этим продуктом в классических стартап-мероприятиях, но с точки зрения восприятия, продвижения себя как бренд, как компания для узнаваемости, мы сейчас не говорим в данном случае о финальных контрактах, но как узнаваемость и для того, чтобы привлечь инвестиции в развитие производства нового продукта, нового направления, то имеет смысл смотреть на города, где большое внимание уделяют как раз инновациям, как, например, в Дубае есть innovation index, либо же глобальные страны, города, которые ориентироваются на стартапы. Двигаемся дальше. Здесь достаточно важный путь, вернее, момент, этап, это стратегия-план. Я начала свой спич с того, что сейчас непозволительно выделять на разработку стратегии, проработку несколько месяцев, полгода, как делать это в классике, как делать это по-хорошему, когда есть у нас спокойная обстановка и мы можем себе это позволить, все детально проработать. Сейчас рынок, с учетом влияния, ковида-19 и в принципе экономического, глобального экономического кризиса, у нас на стратегию план выхода выделяется где-то месяц, ну, максимум полтора для того, чтобы все изучить. И здесь как раз глубина и интенсивность вашего вникания в разные нюансы выхода на внешний рынок и проработка своих возможностей играет обводный уровень. Я говорила уже о том, что при разработке стратегии определения продукта нужно обсудить и понять для себя, какие пробелы есть в рынке. И здесь что можно дать? Не смотрите только на то, когда мы составляем список предварительно, список компаний или партнеров, или дистрибьюторов, или агентов, с которыми мы хотим работать дальше. Мы смотрим, например, для того, чтобы подготовить правильный оффер, очень целевой и иметь больше шансов получить отклик. Мы должны смотреть на то, не просто, например, компания работает с определенным подрядчиком или с определенным производителем из того же Китая. Какие сейчас проблемы, например, с Китаем? Китай является одним из крупнейших поставщиков материалов в мире, в частности, в том же Азиаско, в африканском регионе. Но сейчас есть перебой с поставками, сейчас есть сложности с объемами производства, и Китай уже не справляется с тем, потому что сократилось объем производства сейчас там по многим позициям. И таких вопросов много. Плюс многие страны сейчас ориентируются на локальное внутреннее производство. И это еще один момент, когда мы понимаем, что, например, украинский производитель, имея опыт колоссальный, имея практику выстраивания у себя заводов локально в Украине, он может предложить свои услуги по постройке заводов, например, либо по совместном производстве, где-то за рубежом, либо привлечь инвестиции сюда в свой бизнес, в свое производство внешнее. И за рубежным странам, компаниям, крупным компаниям выгодно зачастую инвестировать и вкладывать, например, в производство вашего локального, локально в Украине, например, расширять производство в Украине и с Украины производить дистрибуцию в другие страны, в частности, или к себе же опять туда, в локальном народе. Поэтому здесь вариантов много. Есть проблемы при взаимодействии, когда мы отвечаем на вопросы, с кем наш потенциальный клиент уже работает, отвечаем, почему именно он захочет работать именно с нами и посмотреть, какие есть проблемы. Например, с какими запросами или проблемами сталкивается внешний заказчик, когда обращается к украинским компаниям. это из нашей практики, из того, что чаще всего звучит зачастую, говорят о том, что старт взаимодействия очень хорошо, но когда уже получается начинать работать, все прекрасно. И качество продукции хорошее, и процесс взаимоотношений, в принципе, с точки зрения коммуникации, деловой переписки, документов, финансов, все аспекты достаточно грамотно соблюдены. Но возникают проблемы на втором, на вторую, третью, четвертой, пятой поставке. Нет определенной системы и уровня качества, соблюдения одинакового уровня качества, на который там рассчитывает заказчик, начиная взаимодействовать с вами. И это проблема не только с Украиной, это проблема со многими странами, в частности, с крупнейшими поставщиками стройматериала в мире. И если проработать как раз вот этот клиентский путь, ожидание вашего потенциального заказчика при взаимодействии с вами, какие у него боли возникают, вы можете дать очень хорошее предложение. Это может быть скорость поставки, это может быть гарантия перманентного высокого качества вашей продукции, это может быть, вы можете это подкрепить дополнительными разными сертификациями и так далее, либо внутренняя система аудита качества, контроля качества. Зачастую, например, в Японии интересуются, сколько уровней есть проверки качества. И, как правило, если там продукция не проходит 5, 7, 10 ступеней, к ней относятся чуть с опаской. Поэтому здесь нужно все смотреть, что вы конкретно, исходя из вашей компании, из возможностей технических, в принципе, что вы можете предложить. следующий этап это реализация, я уже говорила здесь, что мы задаем первый вопрос, почему иностранный партнер, заказчик захочет работать именно с нами. Это, наверное, ключевое тоже. Мы, когда несколько раз тоже в последнее время общаемся с разными производителями, ассоциациями, профильными, часто звучит вопрос, у нас хороший продукт, у нас качественные материалы, они на нас почему-то не смотрят, должны у нас покупать, почему они у нас не покупают, если у нас такой хороший продукт. Если не покупают на сегодняшний день, значит, где-то наверняка доработка с нашей стороны, либо мы недостаточно корректно и интенсивно ведем коммуникацию, мы строим отношения с зарубежной стороной, либо же мы не совсем умеем подать себя с точки зрения продаж, продать себя за хорошую цену, за хорошие условия и так далее. Это тоже большая проблема. Либо мы иногда не до конца понимаем, что предложить конкретно для той или другой страны. Вопросов бывает очень много. Либо, в принципе, о нас не знают. И здесь нужно тоже регулировать. Когда мы говорим тоже о подготовке и реализации тех же офферов для предложений коммерческих для зарубежных компаний, здесь вопрос не только адаптировать или перевести в частности свое коммерческое предложение на английский язык. Здесь еще важно учитывать внутренний менталитет и специфика деловой коммуникации в конкретном регионе. Например, Ближний Восток очень смотрят на деловую атрибутику, на то, где есть вы членами каких ассоциаций вы являетесь, что у вас сертификации, что у вас с описом, как у вас команда, где вы уже работаете, с кем вы уже выстраиваете отношения. И вам желательно хотя бы иметь предварительно гарант заключения хорошего контракта, это то, что у вас есть кто-то из местных, например, из восточного региона представителей, который может дать по вам хорошую рекомендацию. Не обязательно, чтобы вы имели с этим контактом деловые отношения ранее. Возможно, у вас есть личные контакты, просто дружеские отношения, либо деловые отношения без каких-то финансовых расчетов, которые у вас были, операции. Но вас как-то знают, кто-то может сказать о том, что да, я знаю эту компанию, украинская компания действительно делает хорошую продукцию, и действительно с ним можно иметь дело. И вот вопрос рекомендации, это играет большую, как устраивать такие отношения, будучи в Украине, смотреть на представителей Ближнего Востока, например, либо Азии, либо Африки, целевого региона, здесь и в Украине. Это могут быть посольства, это могут быть те же Межражданская торговая палата, это могут быть компании, представительства зарубежных компаний здесь, это могут отдельно компании, люди Хаба, которые работают с Ближним Востоком, это могут быть украинская, ближневосточная какие-то компании, ассоциации, которые могут вас рекомендовать, у которых есть уже линк с тем регионам. Это как формат. Например, Китай, либо Азия, если мы не берем Китай, потому что они и так производители другие азиатские страны, я дальше приведу примеры, где есть спрос, они, например, смотрят на то, насколько вы хорошо разбираетесь детально, конкретно вы разбираетесь в специфике своего продукта, своего дела, потому что они в это инвестируют достаточно много времени, усилий и финансов, но в большей степени времени даже. При их шестидневной рабочей неделе и 20-часовом рабочем дне они как минимум инвестируют в это больше времени. Поэтому, если где-то идет упущение в контрактах или вы где-то понимаете, что вы не до конца разбираетесь в вашем вопросе, то они этим наверняка воспользуются. И это тоже нужно учитывать. Африка действует совершенно тоже по-другому. Они тоже ищут слабые места в вашей компании. Поэтому, если брать этот регион, например, в целом, либо Латинская Америка, рекомендую начинать либо с Ближнего Востока, либо с Азиатского региона, где есть более устойчивые цивилизованные, скажем так, деловые бизнес-отношения с точки зрения экспорта и стройматериалов. Африка и Латинская Америка, несмотря на растущий огромный спрос, это потрясающий большой рынок, там больше рисков для вас с точки зрения первого входа в регион. Поэтому лучше потренироваться на Ближнем Востоке или по Азиатскому региону. Не беру в учет, опять же, чтобы не говорили о том, что как-то предвзят отношения, не специально не делая акцент на Европе, либо на Северной Америке, на Австралии, потому что там и так достаточно налаженная система. Но, опять же, учитывая и эти страны в частности, нужно готовиться персонализированно под конкретно этот регион. Например, мы знаем о том, что есть ряд украинских производителей, которые выигрывают тендеры на стройматериалы, на поставку стройматериалов в Великобританию, в Германию, во Францию. Они выигрывают у местных локальных производителей, либо у зарубежных, у других. И выиграют за счет очень точного понимания потребностей. Например, в Великобритании, когда ввели закон о необходимости вонной беспеки относительно того, чтобы необходимо облицевать и внутри, и снаружи все ключевые здания, особенно исторические здания, где нет такой облицовки специальным материалом против огня, для того, чтобы не было пожаров, то украинские производители выиграли, очень много производителей выиграло тендеры на поставку таких материалов, таких облицовочных материалов туда. И для нас это победа. Сейчас ситуация, которой нужно очень хорошо воспользоваться. Сейчас рынок таков, что не работает, не срабатывает просто личные связи и какие-то там схемы. Есть вопрос эффективности и вот скорее он ключевой, оптимизация расходов и эффективность результата конечного. Если вы предоставляете действительно очень хорошего качества продукт и он максимально комфортен в соотношении цена-качество, и вы попадаете в конкретную проблему или задачу, которая остро стоит в конкретном регионе, то с вами будут вести коммуникацию сейчас. И это в частности ввиду это новое изменение в рынке ввиду экономического кризиса COVID-19, когда нет возможности просто взаимодействовать с хорошей компанией, потому что она пришла по знакомству к нам. Давайте пользоваться этой возможностью в частности. Но для этого нужно очень хорошо понимать, в чем наша сильная сторона, в чем сильная сторона вашей компании и какой конкретный запрос в конкретном целевой стране. Вернусь опять же к инструментам или подходам масштабирования выведения на внешние рынки для рынка строительных материалов. И начну с классического экспорта. Здесь первый слайд вы увидите вот несколько растущих рынков мировых в принципе где есть сейчас активно вкладываясь страна в развитие направлений, развитие бюджета, есть готовность и есть запрос активный на привлечение компаний извне. Что нам дает? Здесь вы увидите, что есть и разные сектора, и агро, и IT, и производство, и креативная индустрия. Это ключевые индустрии, например, на которые ориентируется страна в ближайшей перспективе нескольких лет. И что дает понимание такая картинка для производителя стройматериалов? Она дает понимание, что если страна ориентируется например на healthcare, а дальше мы увидим тоже запросы на какие категории идут больше всего, то скорее всего мы можем предлагать какие-то материалы для построения, для стройки, строительства, учреждений в этом сегменте healthcare. Если мы говорим о том, что у нас ритейл активно развивается, значит нам нужно будет строить торговые центры где-то за рубежом. Если агрофуд или манифактуринг как в Сингапуре, значит там активный упор идет на строительство производств. И в этом как раз одна из ключевых компетенций очень сильных украинских компаний, украинских производителей. Мы можем делиться экспертизой в кооперации с зарубежные строить там заводы. То, о чем я говорила. Если это энергетика или автобизнес или oil and gas, это тоже понимание сегментов и отраслей, где мы можем, что мы можем предложить. И вот когда вы будете выбирать страну, обращайте внимание в частности на это. Топ-страны с точки зрения запроса на стройматериалы сейчас. Вы видите здесь, что здесь разброс идет по разным странам мира, это не только азиатский восточный регион. Это те страны, на которые стоит обратить внимание. Какие сейчас ключевые проекты в Азии, в Африке? Я добавила еще Калифорнию из топ-10-9 проектов в мире сейчас, которые активно находятся в этапе реализации и они в постоянном поиске подрядчиков на стройматериалы. Прошу обратить внимание на этот список. Здесь мы видим, что большинство проектов это инфраструктурные проекты, которые касаются глобально железнодорожных путей, аэропорты, мы видим, что у нас несколько аэропортов, это интертеймент, развлекательные большие базы, это инфраструктурное сочетание, водное сообщение, оращение, агронаправление, агроиндустрия. на это стоит обратить внимание сейчас, есть возможность в эти проекты войти как подрядчик, как поставщик стройматериалов, но стоит проработать каждый проект отдельно, какие сейчас у него потребности, на каком этапе находится каждый проект, что конкретно мы можем предложить с учетом еще специфики конкретного региона, что мы понимаем, например, температурный режим, понимаем технические характеристики, которые необходимы и должны быть. Какие топ-запросы по типам? Мы уже говорили о том, что это IT, это транспортная инфраструктура, это производство, это фармацевтическое направление, в основном фармацевтика и хеллс кейр и манифактуринг план, наш крайний левый столбик первый, это в большей степени африканский регион, есть огромный запрос на эти направления, на постройку этих направлений. Инфраструктурное сообщение почти везде, где мы видели, африканский, азиатский регион, Мрежневосточный, Латинская Америка, эти запросы есть же и в Европе, как мы видим, и в Штатах, но там, во-первых, конкуренция гораздо больше для украинского производителя, можно попробовать конкурировать, если вы очень уверены в своем продукте и у вас есть финансовый запас для того, чтобы просуществовать там, потому что в Европе, например, либо в Штатах, там в большей степени необходима хотя бы какая-то форма представительства там, либо период на того, чтобы выстроить дилерскую сеть там, это все определенные финансы, в частности. По construction stage здесь очень большое количество есть, если мы говорим, опять же, в азиатско-африканском регионе, в ближайшем восточном, большая доля падает на new constructions, если смотреть в сторону, очень ближе, в сторону Азии, либо Европы, вверх туда, то очень много еще и development и maintenance сопровождение, ну вот, улучшение качества тех, реконструкция, скажем так, реконструкция зданий, которые уже много лет, и здесь тоже вы можете как производитель стройматериалов предлагать свои решения. E-commerce, здесь я написала вам площадки, где можно оптом продавать свои стройматериалы, зачастую эти площадки не только для того, чтобы себя показать на мировом рынке, но и для того, чтобы найти потенциальных заказчиков. Вот, что хорошо, например, на Алибова вы имеете возможность найти, опять же, мы не берем сейчас Китай и Алибова как целевую для Украины площадку B2B, но это одна из крупнейших, где можно посмотреть, как она работает, и в принципе тоже себя показать. Зачастую там указываются ключевые лица, принимающие решения, то есть это либо директор по закупкам, либо же руководитель проекта, строительного проекта и так далее, и вы с ними можете выстроить контакты напрямую. Здесь сейчас относительно глобально общей коммуникации с международными брендами мы не можем позволить себе просто, то есть ввести коммуникацию в пассивном формате, что это значит, отправлять письмо куда-то, и мы как-то компанию, либо же, например, просто обратиться к торговой палате, чтобы она нам помогла сконтактироваться с целевой компанией или с целевой проектом, который нас интересует. Так уже тоже чуть-чуть не работает. Нужно максимально стараться выходить на персональную коммуникацию, на персональное общение с той компанией или с ключевыми целевыми лицами. Я бы ориентировалась даже больше не в целом на компанию, а находить, искать людей, которые в конкретном проекте либо в конкретной компании принимают решения о закупках и с ними выходить, искать к ним пути отношений. Один из каналов это можно сделать через тот же LinkedIn, профессиональная международная сеть социальная. Пожалуйста, учимся представлять себя, быть, находиться в LinkedIn, в частности, на английском языке коммуницировать и находить там целевые контакты. Это как один из вариантов, как это можно сделать. Либо же на таких площадках можно искать, когда вы переходите в раздел заказчики, можно находить тоже целевые контакты, те, кто как раз мониторит этих поставщиков стройматериалов и выходить с ними на прямую коммуникацию. Тачпойнты, я уже упоминала о торговых палатах, в частности, это тоже сюда же дипломатический корпус играет огромную роль, когда совместно с торговой палатой, не всегда торговая палата, проездка, либо международная торговая палата полноценно выполняет всю свою функцию до конца. Здесь помощь зачастую и те же торговые палаты, они обращаются в помощь к тем же посольствам, которые являются прямым линком и представительством зарубежных стран в вашей стране в Украине. Поэтому с ними нужно уметь тоже выстраивать отношения и контакты. и с точки зрения у нас хороший продукт, давайте купить у нас, потому что любое посольство, помним об этом, они заинтересованы в том, чтобы продвигать своего локального производителя на украинский рынок. Но здесь вы можете обсуждать, например, возможности решения конкретных проблем, либо совместно производства, либо если есть, например, в той же Турции, где есть большой запрос, или в других посольченных странах, где есть хороший запрос, Турция, европейская страна, anyway, предложить решение, что мы знаем, что, например, в вашем рынке, в вашем стране есть такие нерешенные вопросы, мы, как производители, мы можем их решить. Например, сейчас активно отстраивается Ближний Восточный регион, есть еще, мы понимаем, опять же, одно из влияний COVID-19 и экономического кризиса в том, что многие и компании, и частные лица, физические лица, они забирают свои деньги из банков, потому что сейчас происходит такой небольшой, ну, в дальнейшем чуть больше финансовый кризис или кризис финансовой системы, банковского сектора в частности, и многие инвестируют для того, чтобы не потерять свои бюджеты и запасы, они инвестируют в покупку недвижимости, автомобилей и так далее, и так далее, но активный бум сейчас в частности на недвижимость, это один из таких факторов. и здесь можно поставлять, если вы производите, например, не только определенные материалы для строительства, а вы можете поставить, например, дома, те же деревянные дома, либо готовые сэндвич-панели, которые можно просто собрать потом очень быстро конструкцию где-то в другой стране, то вы просто сейчас спасаете ситуацию там в регионе, потому что у них нет времени много для того, чтобы запустить процесс строительства, например, зачастую полноценный такой объемный и потратить на это до года или больше года нужно быстрее решение. Если вы в этом направлении можете предлагать свои продукции, это играет тоже большой рот. Еще одно направление это профильное бизнес-комьюнити ассоциация диаспоры. Я уже говорила о том, что сейчас классические лобби не играют, но не не играет ту большую функцию свою, которая раньше играла, например, мы знаем, что Штаты либо Европа там лоббизм и лобби, тем более отраслевое имеет колоссальную свою роль в продвижении той или другой компании в контрактах. Но сейчас мы понимаем, что этого просто лоббизма чисто на лоббизме не работает. Необходимо очень хорошего качества, высокая продукция и по хорошей цене. Но если не войти в это поле, в это комьюнити, в принципе, вас и не узнают, вас и даже и рассматривать не будут. Поэтому в каждой стране посмотрите, какие целевые могут быть ассоциации. Это не только строительная ассоциация, это могут быть и бизнес-ассоциации определенные, либо другие отрасли, те же интертеймент, хеллскеер и так далее, где есть компании, ваши потенциальные заказчики, где есть потенциальный спрос у вас. И с ними выстраивать прямые коммуникации соотношения. Я уже говорила о том, что есть агентство ХАПы, компания ХАПы, международники в разных странах мира, и с ними тоже нужно выстраивать за часой. Они вокруг себя аккумулируют вот эту сеть, инфраструктурную сеть контактов с разными ключевыми лицами и компаниями в конкретной стране либо регионе, и вам облегчается вход туда, через них. Поэтому, опять же, но здесь вопрос, возвращаемся к тому списку, к тем шагам, которые я озвучивала. Здесь очень важно определить четко, чем же вы отличаетесь от других и почему зарубежная компания должна работать именно с вами, а не с другими компаниями. И свободные торговые зоны не по праву обделены вниманием почему-то украинских производителей. Зачастую кажется, что свободная торговая зона это когда мы уже обо всем договорились и так далее. Нет, это для того, чтобы мы тоже себя представили. Мы понимаем, что выход на внешний рынок это процесс так или иначе, определенный процесс времени. И сделка не происходит за месяц, за два, больше чем уверена, что все это знают. Но для того, чтобы процесс был максимально эффективен, вам нужно о себе заявлять с разных сторон и выбрать те подходы, те инструменты, которые вам будут наиболее эффективны с точки зрения и финансовых вложений. Большинство сейчас компаний нет возможности много инвестировать денег и бюджетов в развитие той или другой страны. Поэтому ищите через торговые зоны, как можно, например, можно пойти классическим путем, зарегистрироваться в торговой зоне свободной, получить лицензию на продажу определенной категории продукции и открывая там представительство и находиться там, либо же вы можете, мы понимаем, что принцип работы в свободных торговых зон, что конкретно в торговой зоне представлено огромное количество разных компаний. Хотя бы посмотреть, есть ли, например, уже украинские компании, производители, которые там находятся, Еще один вопрос, это один момент, я откомментирую сейчас, либо же с кем можно, например, если там компании хабы, вот такие вот агрегаторы, которые продают разные бренды производителей, например, с которыми можно заключить контракт и через их лицензию продавать свой продукт. Относительно поиска и объединения с украинскими производителями, со своими коллегами. Большая тема, с которой сталкиваемся, тоже проблематика, сложно почему-то нашим компаниям объединяться, коллаборироваться, но я хочу, чтобы вы очень четко понимали, что как думают и как мыслят иностранные иностранные заказчики, скажем так. Если мы претендуем на большой прав, на хороший большой контракт, то любой, любой один производитель украинский и самый крупный даже, он в рамках масштаба страны, он достаточно небольшой, он маленький. Как заходит Китай, или как заходит Индия, или как заходят другие глобальные страны в конкретные регионы, новые для себя, или в те же восточно-африканские, где есть хороший спрос, они заходят группой, они уже показывают гораздо больше объем, они показывают возможности и разные решения, которые можно предложить для конкретного региона. Например, один производитель производит определенную категорию вот такого продукта, который решает конкретно эту задачу, например, с температурным режимом, с защитой и так далее. А другой производитель может предложить другой продукт. Кооперация, они могут глобально помочь этому проекту, они как раз очень хорошо коллаборируются. Поэтому, с одной стороны, вы таким образом показываете больше объем, вы интересны и финансово, и по объему внешнему заказчику, вы показываете возможности зарубежному заказчику, тем более в Адиаско-Восточном африканском регионе, что вы умеете коллаборироваться, сплочаться и работать в команде. Для них это один из главных триггеров, потому что они по менталитету, возвращаемся к пониманию менталитета, они коллективисты, мы индивидуалисты по характеру, и это тоже чуть нужно менять, когда мы выходим на взаимодействие с ними. Мы умеем объединяться, работать в команде. Больше шансов получить хороший контракт, поверьте. по бизнес-комьюнити это возможности получить общие льготы. Зачастую, если мы заходим, например, в комьюнити не застройщиков и производителей стройматериалов, а мы заходим, например, в фармацевтический блок, либо в интертеймент блок, либо в ритейл ассоциацию, зачастую многие компании, которые хотят запустить строительство той же торговой площадки, например, они ищут для себя лучшую выгоду. Вы можете стать одним из тех производителей компаний, которые предлагают решения и скидки и так далее. То есть вы можете войти в эту систему общую, которая рассматривает зарубежные ассоциации профильные и вас могут выбрать среди них. Поэтому это тоже с другого блока решения. Здесь вы увидите список нескольких ассоциаций профильных. Для себя вы составляете их еще самостоятельно. Например, здесь можно обратить внимание на ALI Association of Lebanese Industrial East, либо Egyptian Businessman's Associations, либо же Owners' Association of Community Management, либо The Middle East Investor. Почему инвесторы, например, инвесторы нас интересуют? Потому что они тоже постоянно проходят через них огромное количество проектов. В частности, на застройки помним, что 56% это рынок строительства в регионе Middle East, например, в Мейна. Поэтому имеет смысл и представлять себя туда, потому что как происходит инвестиция небольшой офтоп. Инвестор, когда инвестирует в проект, он не всегда инвестирует в конкретно проект, уже полностью просчитан, прописан и так далее. Он смотрит на потенциал этого проекта, на реализуемость этого проекта, на потенциальную эффективность, он понимает уже относительно рынка и смотрит дальше на команду. Но если у него есть подрядчики, еще дополнительные ресурсы, которых он может порекомендовать, он понимает, что здесь он сможет получить лучшее предложение и здесь и лучшего качества и по цене и так далее, то он обязательно будет иметь для себя в виду и когда запускается его проект, он скорее всего может к вам обратиться и включить вас в рабочую команду. Это один из таких тоже инструментов. Подобная история в Азии. Здесь свободно-торговая зона. Специально привела пример, не знаю, многие ли отслеживают эти свободно-торговые зоны. В Беларуси, например, ближайшие у нас пять, в Польше две. Но в целом, если посмотрим Эмираты, это 47 торговых зон плюс 9 в процессе запуска. USA 230, крупнейшая в мире, например. Молдова, Египет, Нигерия, Малайзия. Вот эти все зоны целевые, вот это тоже точка входа для вас, для того, чтобы зайти в конкретный регион. Обращайте, пожалуйста, на эти регионы внимание свое. У меня все по презентации. Рада буду обсудить, я вернусь сейчас на слайды, где у нас проекты и requests и страны и буду рада отвечать на ваши вопросы. Ольга, передай вам слово. Кристина, у меня есть вопросы от наших зрителей, которые смотрят нас на Фейсбуке и есть уточнение по поводу, мы сейчас говорили конкретно про стройматериалы, а есть ли недостаток в технологиях и можно ли говорить о возможном экспорте услуг? Да. Можно ли оперироваться вместе с поставщиками материалов, предлагать сразу и услуги, да? Да, расскажу еще раз услуги, которые касаются опять же этого же рынка, да, мы говорим об этом. Да, например, если мы берем тот же Ближневосточный регион, они сильны в финансовом секторе, они сильны в юридическом секторе, в туризме и в сервисной индустрии в целом. Но все, что касается процессов и технологий производства, в этом есть большой недостаток ЕГЭ. Если вы можете предложить решение, то вам цены там не будут. Это вариант, когда вот у нас есть материалы, и мы сразу же предлагаем специалистов, которые могут эту технологию применить, да, там отделочные материалы, мы сразу предлагаем специалистов, которые могут провести, либо если у нас там металлоконструкции, есть специалисты, которые делают монтаж, да, я правильно понимаю, это тоже в связке с поставками материалов, если предлагаются услуги, это более конкурентный продукт. В частности, в частности, нужно еще помнить о том, что labor cost, цена рабочей силы в Украине сейчас, на сегодняшний день, после COVID-19 сравнялась с Китаем, но мы по качеству работы лучше. В Ближнем Востоке, там, в восточных странах, в частности, цена рабочей силы очень высокая, и мы с этим можем конкурировать, но я еще бы хотела поговорить о технологиях с точки зрения автоматизации производства, улучшения, ускорения производства, и так далее. Если вы можете предложить тоже такие решения, то на это есть большой спрос. И еще один вопрос от Сергея Иванова по поводу каналов, методов и способов поиска клиента. Какая стратегия выхода на рынок оптимальная для украинских производителей? Где смотреть клиентов? Мне кажется, что Кристина по большей степени ответила на эти вопросы. Может быть, мы просто для Сергея уточним самая оптимальная стратегия выхода для украинских производителей и поставщиков. Спасибо за вопрос. Есть два пути. Вы можете самостоятельно искать потенциальных заказчиков, а можете привлекать кого-то, кто вам поможет в этом. Если самостоятельно, смотрите на B2B marketplaces, на площадки, на трейдинговые площадки, где представлены разные производители и заказчики. То, о чем я говорила, зачастую они представлены даже с контактами целевым, конкретно ЛПР в лицо. Вы там ищете, например. Либо же для себя составлять, изучая, например, страну, определенный регион, мы понимаем, например, уже для себя, что тот же азиатско-африканский, ближневосточный регион, там есть большой потенциал, либо же Латинская Америка, либо же Австралия или любая страна, мы там выделяем ключевых застройщиков, тех, кто потенциально может заказывать у нас стройматериалы, или смотрим на ключевые проекты. Заходите в LinkedIn самостоятельно, набирайте эту компанию там, она, скорее всего, будет там представлена, находите ключевых лиц, человека, специалист по закупкам и так далее, который принимает решение коммерческий, директор, SEO, и выходите с ними на прямую коммуникацию. Они зачастую сейчас очень активно откликаются. Это один вопрос, но здесь есть риск того, что вы можете напасть не на тех, либо с вами могут не захотеть общаться, потому что вас не знают, тоже один момент относительно своей самооценки. Не думайте никогда, что с вами, вам не отвечают или не знают, потому что вы плохие. Зачастую, потому что либо чуть-чуть некорректно составлено предложение, или вы вышли на коммуникацию с ними по-украински, а нужно выходить с ними, например, по их менталитету. Либо же, а вас просто не знают, и поверьте, к ним, например, обращается огромное количество компаний. И просто одного контакта, например, в LinkedIn письма, либо на e-mail, этого недостаточно. Вам нужно заходить к ним с разных сторон, находить общие возможности, общие контакты, находить ассоциации, в которых они участвуют, вплоть до того, что некоторые идут совсем на хитрости, смотрят, например, на плечевое лицо, это может быть коммерческий директор или бассейн компании, чем он увлекается, чем он занимается, где он бывает, и пытается подстроить какие-то случайные встречи, или где-то его найти случайно, или найти общих знакомых, и так далее. Пытайтесь с разных сторон. Но более эффективный инструмент, то, что ускорит вам время, ищите, например, те же компании-хабы, у которых уже налажены эти отношения, либо те же свободно-дорговые зоны, либо те же компании-международники, либо ассоциации профильные. Ищите тех, кто даст вам сразу вход в больший список лидов, скажем, потенциально для вас. Но к выходу вот к такому нужно быть готовым. Опять же, повторюсь, всегда держим в голове вопрос, чем же мы конкретно можем быть полезны для других. И только из этой логики ответов и коммуникаций вы сможете быстрее и лучше привлечь себя потенциальных заказчиков. У меня тогда вопрос относительно аналитики рынков. Потому что вот у нас, допустим, есть клинкер, кирпич, есть бетон, есть цемент, есть металлоконструкции. Где можно посмотреть аналитику рынков, на какой конкретно продукт есть спрос? Есть ли вообще такая платформа или такая возможность, где эта аналитика присутствует, где можно точно для себя понимать, на какие очень... Потому что понятие строительные материалы достаточно широкое, чтобы понимать вот именно отдельно по профилю вообще собирается ли такая аналитика и можно ли ее изучать, чтобы для себя понимать и не тратить время на заход на каждый рынок. Спасибо еще раз за этот вопрос. Из аналитики лучше всего в разрезе категории продукта в рынках и так далее в Deloitte можно к ним обращаться, но в целом я бы обращалась еще на ассоциации таких хабов как Association of Lebanese Industrialists как тоже указано на сайте смотреть на профильные либо ассоциации строителей засрочек. Как правило они выставляют аналитику по продуктам, по категориям продукции, что сейчас необходимо, какие проекты сейчас в запуске и так далее. Отслеживать их и можно еще отслеживать через профильное министерство, но я бы отслеживала через профильные ассоциации, там свежее статистика, аналитика будет рынка, но и Deloitte дает общую картину, но он дает ее с опозданием, как мы знаем отчеты Deloitte а вообще в принципе профильная ассоциация. Отлично. И вот вы когда показывали примеры крупных масштабных строек, я так понимаю, что это и коммерческие объекты и государственные. Вот на кого стоит больше ориентироваться, возможно это тоже связано со спецификой отдельных регионов, на какие проекты государственные или частные стоит обратить внимание компаниям для тестирования выхода на рынок, допустим. И насколько это реально для компании войти в государственные проекты, если ты не национальный производитель, если вот в этих регионах какие-то там допустим очень ограничения для производителей, что мы работаем допустим только с локальными производителями материалов. тоже хороший вопрос. Вот здесь в топ-9 проектов мировых здесь если посмотреть указано большое количество указано восточных стран Севско-Аравия, Эмираты, Либия и естественно Китай, Азия. Нужно тогда понимать, если мы на Ближний Восток ориентируемся, то там в принципе нет своих производителей почти вообще стройматериалов и все, что всех производителей, всех подрядчиков они привлекают до рубежа. Поэтому вопрос априори можем ли конкурировать, можем ли заходить в проект, конечно, можем и нужно конкурировать. Здесь нужно понимать просто кто представлен. Сейчас очень много там Китая или очень много Европы там. Нужно посмотреть, чем же мы отличаемся от Европы от Китая с точки зрения предложения, качество и цена и выходить с ними на связь. Как выходить с ними на связь или через какие проекты? Я бы рекомендовала двигаться и в коммерческие, и в государственные проекты. Единственное, что в государственных учитывать то, что там сложнее войти, то есть нужно доказывать, имея сертификацию продукции, неправильная коммуникация с ними и так далее. Там больше ступеней, чтобы зайти в проект утверждения, чем в коммерческих. Но там гораздо больше проектов с точки зрения объема и инвестиций, ну и финансов, и бюджета, и всего. Есть для государственных проектов. опять же, управляющая компания, которая ведет проект, зачастую. Вам достаточно зайти, например, вбить название проекта и найти управляющую компанию, которая ведет этот проект и с ними выйти напрямую в связь. Не нужно, даже в государственные проекты, нет необходимости заходить через министерство. Министерство курирует эту управляющую компанию, но не вас. Поэтому вам нужно выстраивать отношения с той компанией, которая непосредственно управляет проекты. Если это коммерческие проекты, отдельно не государственные, то там же нужно выстраивать с ними, опять же, напрямую, смотрите на компанию-заказчиков, которые дают и с ними выстраивать общий контент. Но есть еще поправка на Китай. На Китай, я помню, есть компания Хабы, вход в Китай, как Казахи Инвестер в Казахстане, есть точно так же по Китаю, по Японии, есть и свои компании Хабы. Тоже несложно найти, к ним стоит обращаться напрямую. Они вам помогут уйти, свести и с точки зрения контактов, и с адаптацией вашего оффера под конкретный регион, в частности. Поэтому я бы рассматривала и те, и другие компании. Но сейчас из тех проектов, которые будут указаны на слайде, у вас есть время особенно обратить внимание в первом Аль-Мактум International Airport в Дубае. Там нет даты, потому что дата еще не определенная финальная. Они сами еще не знают, как долго будет продеваться проект, но проект на этапе реализации. Но вот все проекты, которые там 27-й год, 30-й год, 25-й год, есть большие шансы еще зайти туда. Они в принципе в постоянном поиске лучших предложений для своих проектов. Тем более сейчас учетом кризиса. Мы опять же делаем сейчас поправки на кризис и на карантин, потому что идет пересмотр списка подрядчиков по всем направлениям. Отказываются от Китая? Отказываются, в частности от Китая, потому что есть проблема с поставками и с объемами, и с транспортировкой. И гораздо дороже. С Украины будет доставка быстрее и дешевле. Обычно доставку организовывает сам же поставщик, правильно я понимаю? Либо же иногда некоторые заказчики заказывают, сами занимаются поставкой, требуют цену и сами у них свои корабли, транспорт и так далее, они обеспечивают сами доставку. Здесь с ними нужно говорить. Я еще хотела уточнить, вы показали таких четыре основных канала входа в рынок. Я хотела уточнить по поводу дилеров, дилеров строительных материалов. В Украине это достаточно развитая вещь, у нас есть такие сильные представители и большинство поставщиков не имеют собственных представительств и не продают свои товары напрямую, продают только через дилеров. Насколько такая практика применима в восточных странах, насколько можно, есть ли такая возможность поработать с ними? Для восточных стран в основном две модели либо представительство, либо опять же дилерский контракт, условно, когда получаете зарубежная страна, восточная компания, либо непосредственно человек-дилер, он получает от вас доверенность на представление в регионе. Это другая форма, которая не обязывает создавать офис там, открывать юридический офис там, но он получает от вас доверенность на ведение деятельности в конкретном регионе. Это для старта можно вот так начать, но в целом для восточного региона в большей степени это представительство. Либо же заходить через компании-агрегаторы, которые работают с разными категориями продуктов, с разными брендами, брендами одной категории, и с ними вести коммуникацию, они могут вас представлять. То есть либо компании-хабы в конкретном регионе, либо если через отдельных лиц отдельной компанией, то это скрипт всего представительства, либо соглашение на доверенность на представление таких переставших. И, наверное, последний вопрос у меня. Какой может быть тестовый период для такого на вашем опыте из вывода компаний на другие рынки? Сколько длится этот период? Три месяца, полгода до первого контракта? До первого контракта, да, по факту может быть и полгода, обычно средний это полгода, когда ведется коммуникация. Сейчас это ускорилось где-то в рамках трех-четырех месяцев уже быстрее, но для того, чтобы в принципе определить, есть ли интерес и стоит ли в это дальше инвестировать, вам достаточно на это по два-два месяца. На изучение отдельного рынка, да? На какой-то отдельный рынок? Начать уже быть и подготовиться с точки зрения там оффера и так далее себя, найти уже целевые контакты, выйти с ними на коммуникации и получить предварительно обратную связь. В принципе интересно или не интересно, готовы или не готовы, на это достаточно полтора месяца, максимум два. И тогда вы для себя поймете, стоит ли в принципе сюда инвестировать, либо здесь очень сложно, лучше искать другие регионы. вот я бы двигалась так, вам достаточно сначала определить интерес предварительно. И KPI на период месяц-полтора-два, первое, он не может быть контракт, он может быть зафиксированный предварительный интерес, либо письменно через имейл, опять же, в специфике работы с восточным регионом, азиатским, ближневосточным, африканским, все нужно документировать. То есть, если вам по телефону или по скайпу, по зуму сказали да, этот в учет ответ в учет убрать не нужно. То есть, пусть вам вышли подтверждения либо намерения о взаимодействии, либо письмо, в котором они пишут, что да, нас интересует, мы рассматриваем по гречу. Вот. Вот с этим уже документом можно спокойно двигаться дальше. Кристина, у нас еще есть вопросы от наших участников. Сергей Панченко в частности спрашивает, вот вы немножко так обмолвились про африканский рынок, что он достаточно специфический. Можете подробнее рассказать про особенности тендерных закупок стройматериалов в строительных проектах именно в африканском регионе, в чем там особенность? Африканский регион действует в основном через правительственные организации, там нет работы с частными компаниями, там все через министерство и правительственные организации, либо ассоциации профильные, либо другие правительственные организации, и туда нужно подаваться на тендер. Но когда я говорила о специфике работы с тендерной, Документация или подача на тендер, вы можете найти ее в профильном министерстве африканском либо в профильной ассоциации. Сейчас не буду рассказывать детали, вы можете найти онлайн. Но из специфики, на что обращайте внимание, есть момент необязательности в выплатах, в финансированиях, поэтому работайте по предоплате. Есть мировая практика, когда оплачивает заказчик в течение трех месяцев вам выплату. Для Африки это не работает. Не двигайтесь дальше без стопроцентной предоплаты этапа или хотя бы 70% предоплаты каждого этапа. У вас будет больше гарантий, что дело будет доведено до конца, как минимум. Либо на этом этапе вы получили уже базовую свою прибыль и вы спокойны. Потому что поставлять и ожидать оплату с африканским регионом, даже 50 на 50, это достаточно рискованно. Плюс контракты. И при этом мы можем быть конкурентны в цене. Да, да, да. И учитывайте еще контракты, максимально детально подписывайте. Есть обязательства, например, если вы заходите туда в проект и открываете свое приставительство там, вас на государственном уровне обязуют принимать местных жителей, местное население на работу. Это законодательно зафиксировано. Вы не можете от этого уйти. И специфика такова, что вы не можете и уволить этих сотрудников местных. Поэтому не ставьте их на ключевые позиции или на важные департаменты. Потому что очень много здесь и фрода с точки зрения утечки информации, воровства и так далее, к сожалению. Поэтому учитывайте эту специфику. Понимаем де-факто, что есть необходимость взаимодействовать с местным населением. Во-первых, если есть возможность проконсультироваться уже либо с коллегами, которые ведут там деятельность, либо же с тем же корпусом дипломатическим, либо с правительством, чтобы они вам дали сотрудников, они вам порекомендовали, чтобы вы несамостоятельно искали. Даже через местные HR-агентства это достаточно рискованно. Ответственных сотрудников, потому что везде есть разные люди. Либо же, если вы идете более другим путем и набираете сами, либо через HR-агентства, тогда ставьте для старта на не ключевые департаменты, не ключевые функции местного населения. Это вас обезопасит, в принципе. Кристина, и тогда еще один вопрос. По сравнительной стоимости логистики стройматериалов из Китая и Украины, можем ли мы быть конкурентны в этом плане? Регионов, которые вы называли. Я, по-моему, отвечала на этот вопрос, что стоимость логистики из Украины сейчас ниже гораздо, чем из Китая. Это один из важных ключевых моментов в выборе подрядчика в этом регионе, о котором мы говорим. Поэтому на этом можно сыграть как раз. И в частности, очень много зарубежных, на что стоит обратить внимание, быть осторожными. Очень много производителей, тех же китайских производителей, либо европейских производителей, планируют открывать заводы и представительства в Украине, чтобы с Украины дальше налаживать дистрибьюцию логистики в другие регионы. Это тоже один из триггеров таких факторов, на которые стоит обратить внимание. Если другие страны заходят в Украину, чтобы наладить здесь отсюда логистику, значит, у нас здесь большое преимущество, и нам нужно ускориться. Ой, Кристина, я боюсь, что это им нужно ускоряться, потому что открыть у нас здесь заводы – это почти нереально. Я чувствую, что у нас поступает местный завод. У нас же, благо, за нашу историю очень много заводов, либо неработающих, стоящих спокойно, либо недозагруженных. И соблазн продать свой завод или войти в совместное производство с зарубежной компанией, получить инвестиции сюда в страну, очень большие. Мне нравится ваш позитив такой, но последние законопроекты как-то не очень стимулируют, наверное, иностранных инвесторов заходить. Расслабляться точно не нужно, это сто процентов. У меня тогда еще очень такой каверзный вопрос относительно коррупции во всех этих торговых палатах, агентствах, хабах, свободных торговых зон, потому что, окей, будем говорить, я знаю про Казахстан, да, чудесная страна, замечательные, огромные потенциалы возможностей, но коррупция похуже нашей, да. Насколько в остальных странах региона это вообще приемлемо? Есть ли какой-то опыт в плане того, что, может быть, там с ней борются, и есть хорошие позитивные кейсы? Вообще, как вы оцениваете с точки зрения коррупционных рисков выход наших компаний, работа наших компаний на других рынках? Ближний восточный регион или азиатский, он не менее корруппирован, чем наш. Единственное, там есть аспект репутационный, особенно на Ближнем Востоке. Если компания рекомендует какую-то компанию для какого-то дела, и она, эта компания, которая рекомендует, она отвечает условно головой за того, кого рекомендует. То есть компания может от вас получить процент. Здесь зачастую проценты, вот этот коррупционный момент, он очень прозрачен, фиксируется, что нам нужна сумма такая-то, если он существует в той компании, к которой вы обращаетесь. Есть такой-то процент, который мы хотим получить от этой сделки. Вот обычно так происходит. Либо же, если бы вам удалось наладить личное отношение с кем-то, то зачастую там нет такой классической коррупции, там есть просто интерес, вы рассчитываете, как вы будете взаимодействовать вместе в долгосрочной перспективе, так или иначе. Но нужно помнить, что тот, кто вас рекомендует, почему зачастую это тоже происходит долго, и не все решаются рекомендовать, например, украинских производителей кого-то нового для рынка. Потому что, не зная вас досконально, хорошо, они рискуют тем, что если что-то у вас произойдет не очень хорошо с заказчиком, то спрос будет с них. И финансовый спрос, и репутационный спрос, и они больше не смогут рекомендовать больше никого в рынке. Вот, поэтому это хорошо для вас с точки зрения, что ответственность сложится на всех. не просто заплатили деньги и вошли в конкретный регион. Это с точки зрения, что и тот, кто будет вас рекомендовать, даже если это будет на коррекционной базе, то с вас будет большой спрос, и вас будут очень сильно контролировать. Кристина, нам уже нужно завершать. Я понимаю, что мы вас тоже немножечко уже задержали. У меня тогда просто вопрос, если можно, чтобы мы озвучили компании, у которых получается, чтобы они стали для нас каким-то таким примером и толчком, пинком подумать для других компаний о выходе на новые рынки. С украинских? Да, да, да. Но вот одна компания, с которой мы общались, которая как раз поделилась своими успехами в выигрыше тендера в Великобритании, это компания Теплопер, которые производят в частности облицовочные материалы для зданий, и они как раз вот одни из тех, кто выиграл тендер в Великобритании. Они работают сейчас и активно и в Польше, и в Европе, они в большей степени осваивают Европу сейчас. Вот, поэтому вот, вуаля, одна из компаний Теплопер. Не всех могу озвучивать, но в целом, я думаю, что вы по тендерам сможете это определить. Я тогда хотела бы выразить огромную благодарность Кристине за чудесно подготовленную инструкцию для компаний, которые интересуются этим вопросом. Мы сделали запись, мы сделали трансляцию, поэтому надеемся, что тем, кто у кого не получилось по каким-либо причинам подключиться к нам, могли бы просмотреть это чуть-чуть позже и обязательно узнали для себя много нового и интересного. Спасибо.